Доброе утро! Счастливой субботы! Для меня большая честь быть с вами сегодня, тем более, что большинство из нас во всем мире находятся дома. Большинство из нас на карантине, чтобы избежать заражения вирусом. И это дает нам прекрасную возможность встретиться сегодня утром через интернет, по кабельному и спутниковому телевидению. Мы благодарны, что Бог дал нам эту возможность. Я должен сказать, что сегодня утром я не чувствую себя достойным представить эту весть. Но это весть, которой нуждается мир. Это весть, в которой народ Божий нуждается особым образом. И это весть о том, чтобы проснуться и приготовиться. Я верю, что Бог использует это, чтобы быть благословением для многих. И я хочу признать, что ситуация с вирусом могла быть намного хуже. Модели, которые были сделаны до этого несколько недель назад, на самом деле подсчитали, что по всему миру погибнут миллионы. Сегодня Божья милость позволила нам иметь только сотни. Может быть, в некоторых странах тысячу или более, но в большинстве стран очень и очень мало инфицированных. Я уверен, что принятые меры помогли уменьшить распространение. Важно знать, что в будущем наступят худшие вещи. Но благодаря Божьей милости это дает нам возможность проводить время с Богом в семье и планировать будущее. Мы благодарим всех наших руководителей правительства и всех руководителей здравоохранения, которые так усердно трудились, чтобы сдержать все это. Есть много людей, которые очень старались, чтобы сохранить все. Но я должен сказать, что это только начало родовых болей. Слава Богу, что это не было так серьезно, но это пробуждение для нас. У нас есть великая надежда, и великая надежда всех христиан это второе пришествие Иисуса. Это, безусловно, один из признаков второго пришествия Иисуса. Но прежде чем мы откроем Слово Божье, чтобы узнать сегодня, что Бог открыл нам сегодня, я встану на колени. Я приглашаю вас клынить голову со мной, а я встану на колени и буду просить Господа, чтобы Он сопровождал нас. Отец Небесный, мы живем в очень торжественные времена. Мы живем в моменты, когда весь мир, впервые в своей жизни, весь мир работает вместе как один. Сегодня на карантине некоторые больше, чем другие. Есть большие проблемы с инфекцией, у одних одна больше, чем у других. Но Господь, это ясно говорит нам о том, что во всем мире объединены усилия, чтобы работать вместе со всеми народами, чтобы создать условия, при которых будут соблюдаться порядок и определенный план. И мы знаем, Господь, что это только начало родовых болей. Они станут более частыми, они станут более суровыми, пока наконец не произойдет рождение, которое в данном случае является пришествием Иисуса. Пожалуйста, помоги нам не спать. Пожалуйста, помоги нам пробудиться. Мы молимся особым образом, чтобы весь представленный сегодня пролила свет на наше понимание событий последних дней, на наше понимание событий, ожидающих нас, чтобы мы могли бодрствовать, быть готовыми и подготовленными, и быть послушны свету, который Ты дал нам. Пожалуйста, говори с нами сегодня, и пусть те, кто смотрит это сегодня или в будущем в интернете, будут вдохновлены и обретут уверенность в том, что Бог все контролирует и что в Его руках все дела. Мы молимся и благодарим Тебя сегодня за то, что Ты услышал нашу молитву во имя Иисуса. Аминь. Как мы рассматривали раньше, в самые короткие сроки, всего за несколько недель, мир изменился. Сокрытые границы, ограниченные поездки, ограниченный доступ к еде. Как мы рассматривали, и есть нуждающиеся. Те, кто живет изо дня в день. В это время в Боливии и Южной Америке есть много людей, которые живут изо дня в день, продавая вещи на улице, прося милостыню. И мы понимаем, что у них нет возможности зарабатывать на жизнь. У них нет возможности купить еду. Много голодных людей. Мы благодарим боливийское правительство за то, что оно предоставило многим, многим семьям несколько продовольственных корзин, которые позволят им иметь возможность иметь доступ к продовольствию, хотя бы для некоторых из них. Но это очень трудное время, очень болезненное время для многих. Мы просим вспомнить в молитвах тех, у кого нет еды и работы в это время, когда предприятия закрываются. даже в церкви собрания не проводятся, нет десятин и подчеркновений, люди оказываются в трудную минуту больными и нуждающимися, которые не могут найти облегчение. Но я хочу заверить вас, что то, что мы переживаем сегодня, временно, и в конце концов закончится. В конце концов наступит время облегчения, но я также хочу заверить вас, что это временно. Худшие вещи наступают, более крупные восстания, большее количество инфекций различных типов, более крупные катастрофы, более глубокий кризис в мире, как родовые боли, которые растут в интенсивности и частоте, мы можем ожидать их в ближайшем будущем. Лично я ожидаю, что 2020 год закончится гораздо более суровым образом, чем он начался. Я верю, что этот год будет ускорением кризиса в очень быстром порядке. Важно, что мы исследовали совету, мы исследовали совету, данному в духе пророчества и данный Богом, особенно относительно жизни в сельской местности, жить согласно вести о здоровье. Если вы живете в городах, это призыв для вас. Это призыв к вам немедленно принять его. Вы сможете спланировать уехать из больших городов в более мелкие города, чтобы жить в сельской местности, чтобы жить на территории городов, не в украшении больших зданий. Вести о здоровье. Если вы не жили согласно вести о здоровье, это возможность у вас начать так жить. Некоторые люди игнорируют это здоровье, едят все, что хотят и говорят. Это не имеет значения. Нет, это имеет значение. Сегодня нам говорят, что в зависимости от вашего здоровья вы будете жить или умрете. Все очень просто. Сегодня это называют пандемией, потому что эта болезнь захватила весь мир, но это не совсем подходит для полной пандемии, поскольку в будущем будет еще хуже. И когда это произойдет, ваше здоровье будет определять, будете ли вы жить или умрете. Мы с вами не привыкли к трудностям и лишениям. Но нам надо научиться жить без каких-либо удобств. Например, научиться жить и пользоваться уборной во дворе вместо туалета в доме. Использовать, научиться жить с небольшим количеством питьевой воды, не имея неограниченного количества воды. Научиться жить без электричества, имея небольшую солнечную батарею или аккумулятор. Научиться ходить пешком. Многие здесь, в Боливии, так как машины не допускаются на улицы за исключением чрезвычайных ситуаций, неотложной медицинской помощи, прессы, мы почти все здесь ходим пешком. Миле за миле, миле за миле. Это очень хорошо для нас. Это очень хорошо, иметь возможность сидеть пешком, потому что многие люди не ходят пешком. И если вы не можете ходить пешком, если у вас слишком большой вес или вы слишком тяжелы, это призыв, чтобы начать меняться и научиться ходить пешком. Мы должны сосредоточить свои силы в наших ресурсах на том, чтобы помогать другим, делиться Христом с другими, делиться Его любовью, оказывать медицинскую помощь, заботиться о нуждах других людей. Прежде чем мы начнем, я хочу обратиться в третью из серии проповедей. Первая говорилась на испанском языке в феврале. Затем на прошлой неделе мы проповедовали вторую часть на двух языках, на английском и испанском. Сегодня мы сделаем ее на английском языке, но вскоре мы сделаем эту проповедь и на испанском, потому что это просьба всей нашей зрительной аудитории, которая хотела бы услышать это на своем роднем языке. Итак, сегодня мы делаем две записи, и я хотел бы просто немного рассказать о том, о чем мы говорили в пятницу. Мы изучали, что мудрые уразумеют, из Даниила 12 глава. Мы бегло напомним, потому что многие из наших зрительской аудитории, возможно, не до конца поняли тему о днях творения. Очень быстро пробежимся по прошлой проповеди. Бог создал землю за шесть буквальных дней. Он дал нам шесть дней, чтобы работать и выполнять весь наш труд, и нашу работу, но в седьмой день, который он сделала святым, он осветил его, как особый день для всего. Бог шесть дней работал, а в седьмой отдыхал. В феврале мы также узнали, что Бог разделил отрезки времени по семь лет, и по истечении семи лет земля должна была отдыхать в течение года. Отрезок времени из семи раз по семь соответствует сорока девяти годам. Пятидесятый год должен был стать юбилейным, когда все имущество должно было быть возвращено первоначальным владельцам, а рабы должны были быть освобождены. Бог все складывает в отрезки времени по семь. У нас есть семь дней в неделю, семь лет, семь раз по семь равно сорок девять лет, плюс пятидесятый год, который является юбилейным. Мы узнаем, что у Бога есть даже дальнейший план. Он развил целую историю человечества. Он поделил ее на периоды по семь. Шесть тысяч лет на земле и седьмая тысяча лет на небесах. Я имею в виду тысячу лет в нашем небесном доме. И так Бог отделил тот период времени в семь тысяч лет, который скоро начнется в нашей жизни. Если мы считаем оттворение жизни патриарха, мы обнаружили, что живем в последние несколько лет шестидесят шесть тысяч летнего периода. Мы обнаружили, что мы вступаем в последние семь лет. Последнюю неделю, можно сказать, в периоде шесть тысяч лет. Итак, первый отрезок времени можно назвать первыми днями для начала мира и первого времени от Адама, когда Адам согрешил, и начался отсчет времени. Шесть тысяч лет начали идти до самого конца. В четвертом стихе Откровения, 20 глава, об этом говорится, «Мы будем жить в царстве с Богом тысячу лет». Это седьмой период, после которого Бог явится, сойдет в Новый Иерусалим. Бог произведет суд, воскресит праведных, но не воскресит тех, кто жив нечестив, они получат свой приговор вместе с сатаной и его ангелами и будут уничтожены в Осире Огненном. Итак, у нас есть 120 юбилеев в продолжении шесть тысяч лет. Мы могли бы разделить на три раза по сорок. Жизнь Моисея. Моисею было 120 лет, 40 лет в Египте, 40 лет он пас овец и 40 лет выводил Израиль из Египта в Ханаан. Это может быть разделено также от падения Адама до 10 юбилеев до самого первого юбилея в Ханаане. Также у нас есть юбилеи, которые описаны в Писании. Во время Езекии был юбилей, Иосия совершил Великую Пасху, а также юбилей. Во время Эстер также был юбилей. И что довольно интересно, когда Христос был крещен в 27 году, когда он стоял в храме в Евангелии от Луки, 4 глава, мы можем прочитать эту историю, когда он стоял и читал пророка Исаия, 61 главу. Он сказал, «Я пришел открыть глаза слепым, освободить пленников». Ныне исполнилось Писание. Иисус провозгласил юбилейный год. Эти слова произносились в юбилейный год. Оказывается, я читал полное собрание сочинений Иосифа Флавия, и в одном из комментариев был описан последний юбилей, который был записан до разрушения Иерусалима. Это был 50-й год. Иисус крестился в начале своего служения, в 27-м году. Итак, этот документ, в котором упоминается крещение Иисуса, которое произошло в 2000-е насад, это был последний отмеченный юбилей. И дальше мы идем к концу времени 120 юбилеев за 6000 лет. Итак, как вы видите, у нас 7 периодов, 7 временных отрезков, 6 и 1, то есть у нас есть семерки, 7 раз по 7, и 6000 лет, и 1000 лет. Это просто обзор, резюме. Мы также на прошлой неделе рассматривали великое адвентистское движение 1833-1844 годов. Вот оригинальная таблица, которая использовалась у Лима Миллера, и она наверху обрисует в общих чертах, когда Бог угрожал Израилю за их послушание, которое было дано 7 раз. 7 раз – это 7 лет. А 7 лет умножаем на 360. В общей сложности мы получаем 2520 дней, а пророческом времени – 2520 лет. В пророческом времени. Итак, начиная с 677 года, карта заканчивается в 1843 году. Мы произвели вчера расчеты, мы вычислили, мы обнаружили то, что они забыли, что нулевого года нет. Год начался с первого года до нашей эры. До первого года нашей эры. Если вы исправите это, так как нулевого года нет, вы в конечном итоге перейдете к 1944 году. Но ему посоветовали оставить числа в покое, но все числа в сумме составляют 2520 дней, или лет в пророческом времени. Пророческом времени заканчивается в 1844 году, 22 октября, когда святилище было очищено, когда Иисус вошел во Святое Святых и начал свою последнюю работу для человечества, очищение святилища от всех реков, включая наши сердца. Итак, это исходная карта. Я перейду на другой слайд, чтобы показать вам эту же карту, за исключением того, что она была в виду изменена, она была перемещена в горизонтальную карту. Итак, вы можете видеть, что это начинается там. Там в начале есть 7 временных периодов, которые мы определили. У нас есть период времени, начиная с 677 года, когда Израиль попал в плен в Вавилон. 7 временных периодов начали здесь. Это их наказание, что составляет 2520 лет. Проходим все это. 2520 лет, пророческое время, и мы приходим и видим, что у нас есть все эти периоды времени здесь. Давайте рассмотрим некоторые из этих событий, которые произошли. Вначале у нас есть Израиль и плен. Это только 10 колен. Не Иуда, не 2 иудейских колена, только 10 колен были взяты в плен. И начался этот период. А затем следующим был указ о строительстве, восстановлении и строительстве и восстановлении Иерусалима, что произошло в 457 году до нашей эры. В 457 год до нашей эры издан указ о восстановлении Иерусалима началось пророчество о 2300 днях, которые Уильям Миллер и пророчество о 70 неделях. Бог сказал Данилу, что 70 недель определены для народа твоего. На 69 неделе была последняя неделя временного отрезка среди тех последних 7 лет, когда Мессия должен был быть распят. Иисус фактически умер прямо там, в 33 году нашей эры. О, я извиняюсь, в 31 году нашей эры. А в 33 году нашей эры 70 недель закончились по биениям камнями Стефана. Так закончились 70 недель, 70 недель, которые были определены для Божьего народа. Мы продолжаем. Дальше у нас есть крещение короля Хлодвига, начинающегося вот там, в 508 году нашей эры, когда Рим начинал превращаться в религиозный. Он был языческим Римом и постепенно стал религиозным Римом. И в конце концов, когда сгроты стали последними из побежденных племен, это произошло в 338 году, тогда Рим принимает полную власть и силу, как религиозная сила, мерзлые запустения. Итак, у нас есть светские силы, которые правят в течение 1215 лет, а затем мы имеем правление Рима в течение 1260 лет, пока он не получил смертельную рану в 1898 году, когда Наполеон приказывает арестовать папу. Рим получает смертельную рану, ограничивающую его власть, способность продолжать преследование до тех пор, пока не будет исцелена смертельная рана. И, наконец, у нас есть 1843 и 1844. Если мы правильно начнем отсчет, помню, что 0 года нет. Я просто использую те же цифры, что и на карте Милера, только в видоизмененном графике. У нас есть очищение святилища. Итак, 2300 дней — это одна строка, пророческая линия, которая ведет в 1843 и 1844 годах. У нас есть вторая строка, которая является папским правлением, плюс 45 лет, между временным наступлением смертельной раны. У нас также есть 1290 дней и 1335 дней, что также является третьей проверкой правильности времени. Это наша адвентистская историческая основа, которая неизменна. Это наша история. Так оно и было, и мы просто проверяем, откуда мы появились. Если мы понимаем, что произошло в прошлом, должно произойти снова в будущем. Мы также на прошлой неделе обсуждали Даниила 12 главу и Откровение 10 главу. Мы узнали, что в 12 главе Даниил, муж леной одежды, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим во веки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенному низложению силы народа святого все это совершится. Интересно, что он стоит над водами, а в Откровении 10 глава увидев сильного ангела и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. Что это значит? В прошлом у нас не было особого обозначения, но теперь мы узнали на прошлой неделе, что когда ангел ставит свою правую ногу на море, он говорит о исполнении пророчеств прошлого. «Когда все звери государства вышли откуда?» Все предыдущие звери при государства вышли из моря, но мы знаем из Откровения 13 глава, что есть второй зверь, похожий на огненка, который выйдет откуда? Из земли. И это будущее. Так что этот ангел отделяет прошлое пророческое исполнение пророчества от будущего, буквально в исполнении пророчества. Итак, у нас есть звери государства, выходящие из моря, и у нас есть ангел, стоящий на земле и указывающий на будущее. Итак, здесь есть вода, разделяющая времена. Из Откровения 10 глава мы знаем, что маленькая книга, которую ангел держит в руке, это книга Даниила. В частности, как мы знаем из Духа пророчества, посылаясь на временные отрезки времени, это маленькая книга, она говорит о временных отрезках времени. И все временные отрезки, которые мы видели в предыдущем графике, это временные отрезки, которые взяты из книги Даниила, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 главы. На периоды времени указаны в предыдущих главах и в последних главах. Итак, это то, о чем мы говорили на прошлой неделе. Мы замечаем, что они похожи друг на друга, то, что видел Даниил, и то, что видел Иоанн, очень похожи. Они имеют в виду одно и то же. Но мы сможем прочитать немного больше об этом из Откровения. Мы читали Даниила 12 главу на прошлой неделе. Сегодня мы рассмотрим Откровение 10 главу и посмотрим, какую информацию мы можем получить из Откровения 10 глава. Вот здесь река, бассейн Амазонки, и у нас есть эти периоды времени. У нас есть анкел, одетый в белую льняную одежду, стоящий на воде. Он разделяет прошлое, 2520 лет, на пророческую историю в годах. Он разделяет количество времени, в течение которого мы зашли в тупик с 1844 года. Ни один из наших пионеров, ни один из наших богословов, ни один из наших студентов не смогли понять, что является следующим шагом. На самом деле, большинство будет отрицать, что есть какая-либо информация в будущем. Но мы знаем, что с каждым кризисом связана особая истина. Это называется истина для настоящего времени. Когда мы выйдем с громким кличем, мы не будем пророчествовать о 1844 году, мы не будем проповедовать о 1833 году, мы не будем проповедовать о 1755 году. Что мы собираемся проповедовать? Истину для настоящего времени. Как это относится к нашему времени? Большинство людей на улицах все равно, что произошло в 1833 году. А те хотят знать, что происходит в 2020, что произойдет в 2021 году. У нас должна быть истина для настоящего времени, и тогда она будет связана с тем, что происходит во время нашего поколения. Большинство людей говорят, но мы больше ничего не знаем, мы больше ничего не можем сказать, потому что нашим пионерам не был дан свет, кроме их поколения. Истинно для настоящего времени в 1844 году было вестью очищения святилища. Сейчас это не истина для настоящего времени, хотя она и включена, потому что суд, лекущий за собой суждение, все еще продолжается, но теперь он движется к живым, и это истина для настоящего времени. Это относится ко мне, к моему спасению прямо сейчас. Понимаете это? Человек в льняной одежде, стоящий на реке, отделяет прошлое, пророческую историю, от будущего, буквальной истории. Пророчество, которое мы должны понять, прежде чем придет Иисус. У нас есть все звери, символизирующие государство, вышедшие из моря, пророческое время заканчивается в 1844 году, и на этом все. Нет никакого способа рассчитать дальнейшее время, пока мы не выясним, когда все закончится. Когда вы узнаете, когда это заканчивается, вы можете вычислить, вы можете понять Данила 12 главу. Итак, буквальные периоды. Зверь, подобный огненку, земля означает Соединенные Штаты, и очень скоро они будут говорить как дракон. Они уже начинают говорить как дракон, но он будет больше говорить и создаст образ веря. Если вы все ясно понимаете, вы можете понять аналогию, вы можете увидеть всю картину. Давайте посмотрим, что говорит нам в Откровении 10 глава, потому что в Откровении 10 глава относится к Даниилу 12 глава. Когда мы откроем Откровение 10 главу 1 стих, здесь мы видим «И видят другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком». Это описание самого Бога Иисуса. Как головой его была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные. Похоже на то, что Иоанн видел в начале, когда он впервые увидел Иисуса, ходящего среди подсвечников. В текем у него была книжка раскрытая, но услышал голос с неба говорящий мне, «Скрою, что ты говорили семь громол, и не пишись его». Разве не интересно, что эти семь громол дали информацию Иоанну? Но ему не позволили записать ее. Посмотрите мне задать вам вопрос. Что означает откровение? Скрытый или это означает открытый? Откровение означает раскрытый. Должны ли мы понимать семь громов? Да. В какое время мы должны понять, прежде чем придет Иисус? Это информация, которая нам нужна, но она не была дана нашим пионерам. Она не была дана предыдущим поколениям. Она сокрыта до самого последнего поколения. И мы должны понять ее, и мы поймем ее. Бог должен открыть ее нам. Продолжим. И ангел, которого я видел, поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. Точно так же, как это видел Данил. Данила 12 глава. И ангел, который я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что на нем, что времени уже не будет. Какое время? Пророческое время. Это конец. Самое первое открытие книги Данила привело нас к завершению пророческого времени. 1844 год. Нет больше пророческого принципа день за год. Все закончено. Времени уже не будет. Но в те дни, когда вас гласит седьмой ангел, когда он вас трубит, совершится тайна Божья. Есть еще какие-то тайны в Библии? Есть еще какие-то вещи, которые мы не понимаем? Да. Но когда прозвучит седьмой ангел, все тайны закончатся. Мы должны понять их до того, как прозвучит седьмой ангел. Мы должны изучать их. Мы должны молиться. Мы должны читать то, что изучает Джо-Джо. Мы должны читать то, что изучает Сьюзен. Все, что изучают, пишут, публикуют братья и сестры. Мы не должны быть враждебными только из-за того, что мы не согласны с кем-то. Мы должны изучать все это и молиться вместе. Бог приведет нас к полной истине, а не один какой-то человек. Я имею в виду, что ни один человек не понимает все ясно. Немного здесь, немного там, строка за строкой. Мы учимся друг у друга. Мы узнаем что-то, что-то есть еще. Мы узнаем что-то еще там, что-то здесь. Бог показывает нам что-то, и вместе, когда мы будем молиться, изучать, Бог откроет нам истину. Но иногда некоторые из нас уходят. Нет, я не верю этому. Не собираюсь смотреть на это. Это просто закрывает ваш разум для света, который вы можете получить, потому что Бог не дает ни одному человеку весь свет. Все мы вместе, изучая и молясь, достигнем того света, который Бог открывает нам. Но Он открывает свои тайны своим слугам-пророкам. Это очень интересно. Совершится тайна Божья, когда Он откроет свой секрет или тайну своим слугам-пророкам. Где находится открытие тайны? У Его слуг пророков. Амос 3, 7. Конечно, Господь Бог ничего не делает, но Он открывает свою тайну своим слугам-пророкам. Итак, все, что Бог делает, все, что Он делал, все, что Он собирается сделать, Он открывает это слугам своим пророкам. Все. Поэтому, когда люди говорят, что мы больше ничего не можем знать о будущем, это ложь. Конечно, мы сможем больше узнать о будущем, которое нам предстоит изучать, потому что Бог собирается совершить величайшее событие в истории Земли, величайший кризис, который когда-либо случался на Земле, вот-вот случится. Величайшая весть, которая когда-либо провозглашалась, которая когда-либо должна была быть дана Земле, должна прозвучать. Величайшая сила, которая будет сопровождать народ Божий в позднем дожде, вот-вот и залется. Бог никогда бы ничего не сделал, если бы сначала не открыл это своим слугам-пророкам. Итак, Тайна Божья. Вы найдете ее раскрытую в Писании. Немного здесь, немного там, строка за строкой. Стих 8. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и сешь ее, она будет вверхава чреве твоем, но устав твоих будет сладка, как мед». Послушайте, дорогие братья и сестры, весть пришествия Иисуса – это очень приятная весть. Это мечта, это надежда всего человечества. Но с тех пор существует христианская церковь, обетование Иисуса, который сказал, «Я приду снова и приму вас к себе», это большая надежда всех христиан. Но некоторые из нас считают, что это может нарушить их план. Некоторые из нас строили планы жить в комфортабельном мире, зарабатывать на жизнь, зарабатывать деньги, достигать определенных достижений, получить докторскую степень, сделать это, сделать то, чтобы иметь возможность получить больше власти, заниматься политикой, получить более высокую должность, стать начальником больницы, руководить, быть директором компании. Вот в чем заключаются наши цели. И пришествие Иисуса может помешать нам. И я скажу вам, что для большой части мира это правда. А что вы думаете о Ное? Когда Ной проповедовал, думаете ли вы, что те люди, а их насчитывалось сегодня около 8 миллионов, 8 миллионов человек жили на земле во времена Ное? Как вы думаете, эти 8 миллионов человек, как вы думаете, они ожидали увидеть потоп? Во-первых, они не верили, что будет потоп. Во-вторых, если бы они действительно верили, что будет потоп, они были бы очень расстроены, потому что они хотели продолжить жить своей жизнью греха. У них были планы. Они строили, покупали, продавали, ели, пили, женились, но потоп прервал все их планы. Как вы думаете, что собирается делать в предшествии Иисуса? Как вы думаете, оно может нарушить планы некоторых людей? Когда люди наконец осознают, что Иисус собирается прийти, некоторым людям это не понравится. Я хочу сначала закончить колледж, а я хочу успеть жениться. Я только что женился, я хочу иметь семью. Какими бы ни были планы, когда вдруг вы поймете, что мир подходит к концу, для некоторых людей это будет горькой вестью. Предшествие Иисуса не ожидалось, и они не получат от этого ничего хорошего. Вот почему сладкая весть у вас во рту будет горькой, когда вы поймете, сколько людей не захотят увидеть этот благословенный день. И взял я книжку из руки ангела, засел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем, и сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, языках и царях многих. Братья и сестры, мы не проповедовали все вести из Даниила в 1833-34-34 годах. И мы не делали этого, начиная с 1844 года. У Даниила есть еще много информации, которую мы должны понять. Мы должны снова пророчествовать и проповедовать. На этот раз мы будем проповедовать всю книгу Даниила, включая 12-ю главу. Буквальные периоды времени, которые мы находим в Даниила и Откровении, должны быть объявлены миру. Мы должны понимать их. Нам нужно сесть в всю книгу Даниила, и нам нужно снова пророчествовать. Полуночный крик 1844 года не идет в сравнении с громким кличем 2020 года. Скоро наступит один из этих дней. Мы должны понять, что мы неправильно понимаем книгу Даниила и Откровения, и когда зверь, который выходит из земли, зверь, похожий на анкции, начинает проявлять свою силу в течение 42 месяцев и рано исцеляется, позвольте мне сказать вам, будет дана весть, и люди в мире услышат ее. Многие примут ее, но большинство отвергнет. Она будет горькой, но это должно быть сделано, и каждому должен быть представлен шанс. Мы должны снова пророчествовать. Итак, у нас есть здесь два периода времени. У нас есть пророческий период времени, 2520 лет, пророческий период, и у нас есть период времени в будущем, 7 буквальных лет, что составляет 2520 дней буквального времени, к которому мы приближаемся, 7 лет. Давайте сосредоточимся на этих 7 буквальных годах, что является основной целью этой проповеди. Последняя часть, которую мы рассмотрели, мы рассмотрели на прошлой неделе. Я упоминал об этом, но мы не говорили о событиях. Многие из вас звонили и говорили, пожалуйста, мы все хотим понять больше. Многие из вас, которые смотрят сегодня, вы смотрели на прошлой неделе, или вы смотрели это в течение недели, и вы хотите узнать больше об этом. Эта проповедь предназначена для тех, кто разговаривает на английском языке, и для тех, кто хочет перевести ее на другие языки, венгерский, македонский, греческий, русский, и я верю, она будет переведена. Она будет переведена. Только за первые несколько дней нашей проповеди, прошлой недели, у нас было 120 тысяч просмотров этой проповеди. Чуть менее, чем за неделю. Примерно за полнедели. Что это значит? Это говорит нам, что люди ищут ответы. Это означает, что они дома, вынуждены быть дома. Во многих странах, как, например, здесь, в Боливии, покупая еду раз в неделю. Некоторые страны по-прежнему разрешают некоторые поездки, но становится все труднее, и поступая так, мы даем время для изучения. Люди ищут ответы. А как я еще могу объяснить текущее событие? Поэтому у нас было более 120 тысяч просмотров всего за три дня. Проповедь была скопирована на разные веб-сайты, разные каналы, YouTube, и общее количество просмотров за первые несколько дней состало более 120 тысяч. Итак, у нас есть семь буквальных лет. Я хочу быть честным с вами. Я с нетерпением жду, что осталось еще семь лет. Мне немного грустно. Я с нетерпением жду, когда Бог остановит работу, завершенную в праведности. Я надеюсь, что это не будет так долго. Я надеюсь, что Бог скажет, знаете что, мои люди сделали свою работу. Зло возросло. Пришло время уничтожить всякую плоть. Я сокращу время. Это то, о чем я молюсь. Но я просто поделюсь с вами размышлениями об этих периодах времени. Идентичные периоды времени, которые составляют семь временных периодов, вы можете их сосчитать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь периодов времени. Эти семь периодов времени не совсем те же периоды, которые мы нашли в пророчестве. Мы смотрим на них. Точные периоды времени в буквальном смысле. Мы не нарушаем библейский принцип, принимая вечные точно так, как они читаются. Разве не так? Нет. Это один из принципов Уильяма Мирра. Вы понимаете, вещи буквально, если, конечно, это не символ. Но это когда вы говорите о пророчестве, но когда вы говорите о будущем, у нас не осталось больше 1260 лет. У нас может быть только 1360 дней или 1335 дней и так далее. Так что в будущем все буквально, все применяется буквально. Теперь давайте посмотрим на это. У нас есть семь буквальных лет дней, то есть 2520 дней, 360 дней в году в библейском времени. Они начинаются с осени нулевого года. Но вы могли бы сказать, дядя Дэвид, пожалуйста, скажите мне, когда нулевой год? Поскольку я не могу начать вычислять, когда закончатся эти годы, дни. Я не могу сказать вам этого. Я только могу сказать вам, что я так верю. Я верю, что они начнутся в этом году. Но я не знаю, как вам это объяснить. Я полагаю, что они наиболее вероятно начнутся осень этого года. Но я должен ждать. А что если они начнутся в следующем году? Все, что я знаю, это то, что все ускоряется до финального кризиса. И когда это событие произойдет, тогда я вобью маленький гвоздь в стену и скажу, хорошо, часы начинают отсчет. Я верю, что это произойдет в этом году, осенью этого года, день искупления. Но если этого не произойдет, я подожду до следующего года. Я буду ждать, чтобы увидеть. Я верю, что что-то происходит, но никто не может понять точно, пока это на самом деле не произойдет. Но мы должны понять время, мы должны понять события, и как только это произойдет, мы узнаем это. Скажите мне кое-что. Разве Иисус не предупреждал учеников покинуть Иерусалим, когда мерзость запустения, о которой говорил пророк Данил, окружила Иерусалим? Да. Распознали они это? Да. Когда римские войска окружили Иерусалим и внезапно отступили, они сразу поняли, что делать. Все христиане ушли. Они не знали точно, когда это произойдет, но когда это произошло, они узнали это, потому что они бодрствовали, они не спали. Позже, когда римская армия вернулась, через три с половиной года и разрушила Иерусалим, в Иерусалиме не умер ни один христианин. Все ушли до разрушения. Они бодрствовали, и поэтому были готовы. Итак, то же самое и здесь. Мы должны бодрствовать и не спать. Начинаем с осени. В самом верху вы можете видеть различные периоды времени после нулевого года. Только ради аргумента. Давайте предположим, что это начнется в этом году. Мы не знаем точно, но давайте мы просто возьмем за нулевой год 2020 год, чтобы было легко рассчитать. Хорошо? Итак, если это начнется в этом году, чего мы не знаем, пожалуйста, давайте будем честными. Я не говорю, что это случилось или что это случится в этом году, но я говорю, что вероятно, возможно, это произойдет. Я просто привожу здесь пример, чтобы вы могли рассчитать в своей голове. 2020 год – это нулевой год. Это чтобы начать просто моделировать. Итак, 2020 год – нулевой год. Светское правительство, которое является ежедневным, ежедневная или языческая власть, светское правительство, нерелигиозное правительство, светские власти получают клясть для чего? Для того, чтобы обеспечивать соблюдение экологических законов и воскресных законов. Власть выписывает штрафы на тех, кто будет нарушать их законы. Но полномочия будут в соответствии с каждым законом. Здесь, в Боливии, это будет в соответствии с законодательством Боливии. В другой стране, например, в Бразилии, это будет в соответствии с законодательством Бразилии. В Соединенных Штатах это будет в соответствии с законодательством США. В Канаде будет в соответствии с законами Канады и так далее, и так далее. Светские власти будут использовать свои собственные полномочия, объединяясь вместе, чтобы обеспечить соблюдение этих законов. Если это произойдет в этом году, мы предположим, что это будет так, то это будет осень, нулевой год 2020 года. Следующее. Лето. Помните, что мы говорим о Северном полушарии. Мы не говорим о Южной Америке. Мы говорим о полушарии Израиля. Северное полушарие. В Северном полушарии лето будет где-то в июле и августе. Июнь, июль, август. Это будет летнее время 2021 года, когда 70 буквальных недель будут определены для Божьего народа. Если вы прочитаете в книге Даниила о 70 неделях, вы поймете, что цель 70 недель состоит в том, чтобы избавиться от всех грехов. Этого никогда не произошло с Израилем. В продолжении 70 недель, вместо того, чтобы покончить с грехом, они убили и побили камнями Стефана. Но в этот раз все по-другому. Начинается суд над Домом Божьим. В частности, Адвентисты седьмого дня окажутся под огромным огнем и окажутся в центре преследования в течение этих 70 недель. Почему? Потому что Бог должен очистить свой народ, и в конце 70 недель появится верный остаток, готовый к тому, что впереди. Это те, кто победил грех силой Святого Духа. Не приписывай мне, будто мы говорим о спасении делами. Я не верю в это. Только Святой Дух, Иисус Христос, живущий в нас силой Святого Духа, сможет сделать это. Никто не может спасти себя сам. Но если вы полностью отдадите себя под контроль Бога, Он сможет полностью прожить свою жизнь в вас. Вот что случится дальше. Люди больше всего Адвентисты седьмого дня покинут церковь в это время. Когда преследование достигнет тех, кто являются номинальными Адвентистами седьмого дня, они покинут церковь. Не грустно говорить это, но я верю, что большинство пасторов покинут церковь в это время. Когда их зарплаты начнут падать, когда они не смогут больше получать все выгоды, когда на работу будут брать только тех, кто послушен руководству, но все наши пасторы, кто искренне трудятся для Бога, те останутся, а все остальные уйдут. Большинство администраторов уйдет, большинство членов церкви уйдет. Будет небольшая группа остатка, которая появится. Они будут готовы принять Святого Духа и выйти на громкий клич. Может быть, похоже на то, что случилось с ранним дождем. Мы должны будем увидеть. Но это будет особое событие, когда Иисус Христос будет коронован, как царь царей. Когда Его народ будет готов, и по наслению Святого Духа в обильной мере изольется на народ Божий, как поздний дождь, и они выйдут на борьбу, готовы проповедовать весть и громкий клич. Когда они начнут проповедовать, у них будет период времени. Но зимой, это номер четыре на карте, или декабрьское время, силы земли, светские силы, начнут терять свою силу в течение 30 дней. И тогда Рим вступит в права. Будет сделан образ зверя, мерзость запустения. Наступит мерзость запустения, и в течение 1206 дней, или 42 месяца, Рим станет суровой силой преследования в мире, в котором они будут управлять всем миром в течение 1260 дней. Потом правительство уступит свою власть и придадут ее зверю. Зверя будет жестоко преследовать и попытается остановить громкий клич. Это царь северный, который слышит новости с востока и идет с огромной яростью, чтобы бить многих. В течение 1260 дней он будет успешен. Когда закончится 1260 дней, не днем позже, власть Рима закончится. Цари земли вернут свою власть обратно. В осенью 7-го года они вернут себе власть. Они сожгут блудницу, великую блудницу огнем, и уничтожат ее плоть. Рим будет разрушен. Рим больше не будет мировой державы. Он будет полностью разрушен светскими державами. Они отдали свою власть зверю и забрали ее обратно. Это будет время испытания. Светские державы снова схватят его. Это будет время скорби, какой не было никогда раньше. Язвы будут изливаться в течение этих 45 дней, а затем, наконец, будет особое воскресение. Тогда будет издан указ о смерти, но Бог объявит день и час своего пришествия. Благословен Тот, кто достигнет 1335 дней. Вы услышите голос Бога, который скажет вам день и час его пришествия. Радуга окружит всех людей Божьих, и преследований больше не будет. Никто не сможет причинить им вред. Нечестивые подняли руки против них, но они бессильно падают на землю. Я хочу быть там, в конце 1335 дней. Я хочу находиться среди живых, но если Бог за счет нужным, чтобы я уснул, я хочу быть в первом воскресении. Я хочу быть там, чтобы стоять и слышать голос Божьей. И вы будете. Но вы должны быть верными. Вы должны быть готовы позволить... Позвольте мне напомнить кое-что вам. Только если вы сегодня послушны Богу, только если вы сегодня покорны Богу, и вы учитесь быть послушными, и отдаете Ему свою волю, вы сможете продолжать расти и быть защищенными Господом. Вы можете изучать эту таблицу самостоятельно. Вы можете увидеть все это самостоятельно. Итак, если мы входим в последние 7 лет истории Земли в этом году, и это четко обозначено, если это будет в следующем году, мы увидим, когда это произойдет. Но я верю, что еще в этом году мы увидим. Я не думаю, что мировые державы будут сидеть и ждать. Я думаю, что их время пришло. Я думаю, что они будут двигаться быстро. Как только будет отменен коментанский час, как только будет отменен карантин, позвольте мне напомнить вам, что у вас есть очень короткое время, чтобы выйти из Иерусалима. Я не говорю о духовном Иерусалиме, я говорю о больших городах. У вас есть очень короткое время. Жить в сельской местности – это то, что Бог всегда говорил нам. Большинство из нас живет в городах. Сколько времени Бог должен еще нам дать? Если вы еще не начали жить в сельской местности, потом может быть слишком поздно. Но еще не слишком поздно. Но будет гораздо сложнее, если вы не подготовились. Гораздо сложнее, если вам придется просто выйти из дома и оставить все. Просто все оставить. У нас больше нет времени медлить. Как только карантин будет отменен, у вас будет короткий период времени, чтобы сделать то, что вы должны сделать. Позвольте мне уяснить вам кое-что ясно. Я сейчас буду говорить прямо в камеру, к зрителям. Как только вы можете сдвигаться, как только вы сможете выйти из города и свободно перемещаться, если в вашей стране, где вы живете, если в этой стране вам разрешено делать это сегодня, немедленно переезжайте. Делайте все, что возможно. Молитесь. Бог поможет вам. Но вы можете сказать, «Дядя Дэвид, но у меня нет денег». Спасайтесь тонущего корабля. Бог поможет вам. Выходите. Делайте все, что возможно с вашей стороны. Но если вы останетесь, вы умрете. Будут еще худшие эпидемии. Будут развиваться бактерии, от которых нет антибиотиков. А вирус – ничто по сравнению с смертельными бактериями. Вспыхнут разные инфекции. Вы должны жить в сельской местности, вдали от 5G и 6G радиации, которые есть в больших городах. Вам нужно избавиться от Wi-Fi в ваших домах. Вам нужно снова вернуться к простым телефонам. Вам нужно избавиться от Wi-Fi и начать подключать кабель к вашим компьютерам. Вы можете общаться по электронной почте со своего компьютера. Вам не нужен Wi-Fi. Вам не нужны смартфоны. Вам нужно жить в сельской местности, где вы окружены деревьями, и 5G и 6G не влияют. Не влияют на вас, потому что не могут пройти через листья деревьев. И если вы в сельской местности, у вас будет свежий воздух. Помните, сестра Вайт сказала, «Воздух будет иметь смертельное загрязнение, но 5G и 6G излучают радиацию, даже разрушая молекулы кислорода, поэтому вы не можете дышать. Миллионы в больших собраниях, таких как стадионы и большие центры сбора, в них люди будут болеть. Если вы живете в городе, стремитесь выйти из больших городов. Вы будете подвержены всем этим бедствиям. 5G-вышки будут на каждом углу. Вам нужно жить в сельской местности, где вы можете работать со своими детьми, вы можете научить их работать своими руками. Посмотрите на это. Как Бог сотворил все это. Посмотрите, что Небесный Отец сделал для нас. Вы собрали помидоры, вы собрали фрукты и овощи. Посмотрите, что Небесный Отец сделал для нас. Когда некоторые люди голодают, у вас есть вода, есть еда, есть уединение. Бог хочет, чтобы вы заботились о своих соседях. Не просто думайте о себе, думайте о других, которые могут прийти и сказать вам, мне некуда идти. Приготовьте им также что-то. Жизнь в сельской местности. Об этом вы можете прочитать в книге событий последних дней глава «План Бога относительно вас». И в конце я хочу сказать, скоро Иисус придет за своим народом. Я надеюсь, что сегодняшний день был днем ободрения для нас. Я надеюсь, что сегодня эта вещь помогла вам понять события последних дней. Я надеюсь, что Бог сократит это время в своей праведности. Я надеюсь, что у нас осталось не 7 лет, но мы применяем те же принципы, что и раньше, к будущему. Мы должны признать, что есть оставшиеся периоды времени, которые определены в Писании. Я буду всегда трудиться. Я буду готовиться. Я приглашаю вас делать тоже. Я надеюсь, что сегодня эта вещь, третья из трех, она фокусируется на временных периодах. Я хочу поблагодарить моего друга Грега Ланга за его исследования с Брэнфи Гриллоу, которые также поделились своими исследованиями, и многие другие, которые отправили свои исследования. Я благодарю каждого из вас. Я прочитал их все, и они помогли мне сформировать эту весть. Я также хочу поблагодарить Бога за возможность иметь возможность свободно вещать по всему миру до сих пор. Я знаю, что величайшие дни Церкви перед нами. Будьте верными, доверяйте Богу, откажитесь от своей воли, живите послушанием всему тому свету, который вы уже имеете, и Бог поведет вас шаг за шагом. Не только делитесь чудесными новостями с другими, чтобы помочь другим, но и будьте готовы, когда Он придет. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас.